Которую я хотел здесь доложить, состоит вот в чем. Она принадлежит уже не Кубрику, не Фрейду, а, собственно, мне. И я пытаюсь подвести итог вот этих открытий художника и психоаналитика. Мне кажется, что стоит в таком случае, потому что этот ряд можно продолжить, я это и делаю в своей статье, то есть, допустим, заговорить теперь о романах, допустим, и сказать, что читательское воображение в хорошем романе может быть даже более важно, чем канва самого романа и так далее. Итог состоит в том, что стоит, очевидно, говорить о некой единой виртуально-реальной реальности человека, где виртуальность и реальность, вот они слиты настолько, что одно очень трудно отделить от другого, и, что гораздо более важно, вот виртуальность часто оказывается более реальной, более реальной, чем сама реальность для человека. Это можно было бы подкрепить различными цитатами из классики, в том числе, вот если почитать, допустим, ну, это чуть ли не наугад выключенное произведение Набокова Лолиту, то мы увидим там ту же самую картинку. Лолита насквозь была выдумана Гумбертом, главным героем этой книги. На самом деле она не такая, она пошлая девчонка, вот со всеми переходными кризисными вещами для подросткового возраста и так далее. Достаточно недалекая по уму, по развитости чувств и так далее и тому подобное. Но она была выдумана Гумбертом, и Гумберт готов был отдать за эту реальность, выдуманную реальность в жизни. Она вторглась в жизнь, Гумберт сломала эту повседневность. Я думаю, что это такой проходной пример, их можно было привести множество. Я попытался в третьей части, теперь я к ней переходу, поскольку обещал быть кратким, я попытался в третьей части как-то суммировать все мною прочитанное и передуманное. И увидел, что виртуальная реальность, которая составляет единую часть, или, если говорить языком геометрии, является составляющей человеческой реальности в целом, ее можно проследить с момента появления человечества. Допустим, я составил себе такую схему виртуальной реальности мифов, мифов, конечно, во множественном числе, потому что они многоразличны и многообразны. Вот это составляющая такой части человеческой истории, как первобытность. Виртуальная реальность мифов и религий – это древний мир. Виртуальная реальность религий, если придерживаться классического евроцентризма, я стараюсь его придерживаться, хотя, наверное, это плохо в современном мире. Виртуальная реальность религий – это средневековье. Первобытность, древний мир, средневековье – виртуальная реальность искусства, а литературы и идеологии их развивающимся, зарождающимся, развивающимся в виде – это новое время. И виртуальная реальность идеологий, созревших виртуальную реальность кино, телевидения и психоанализа – это 20-й век. И, наконец, девятый вал – это, конечно, виртуальная реальность, которая перекрывает все эти реальности, это интернет. Он способен, уже сейчас видно, я отсылаюсь к будущему, конечно, уже сейчас видно, что он способен подводить, как-то переработать, переварить все указанные реальности, начиная с мифов и так далее, и представить нам какую-то новую виртуальную реальность, где это все будет какими-то чертами представлено. Вот я такую схему себе набросал, но основанием этой схемы является, конечно, вот эта мысль, которую я успел озвучить. То есть, смотрите, это тоже случайно выкрученный пример, может быть, в заключение я его приведу. Если мы возьмем, допустим, наугад, ну вот я назвал средневековье, допустим, не сказал, что в повседневную, обыденную и обычную реальность человека как бы были-то инкорпорированы невидимым образом вот эта виртуальная реальность религий, обязательно и нерасторжимым образом. Так вот, если посмотреть, с чего все начиналось. Христианство, как вы все хорошо знаете, начиналось с таких неприхотливых виртуальных реальностей, которые создавались в первых христианских общинах, гонимых, одиноких, так сказать, зверские издевательства. Здесь, наверное, стоит вспомнить римлян, которые чинили над христианскими общинами и так далее. И вот она возникла, эта виртуальная реальность христианства, она развивается. И в средние века, смотрите, что происходит. Она способна уже, эта виртуальная реальность, погружать своих юзеров в расстрасты формата 3D. То есть мы видим, что и взрослые, и дети гибнут в бесконечных крестовых походах. Вот это такая вселенского масштаба виртуальная реальность. Она преодолена в какой-то мере в новое время, я имею в виду критику религиозного мировоззрения. Сейчас религиозное мировоззрение, если вы почитаете Конституцию Российской Федерации, оно находится в равных правах с атеистическим мировоззрением в нашей стране, хотя бы формально. Это так. То есть вот такую ситуацию невозможно себе представить, конечно, в средних веках. Но и другой хрестоматийный примет, вы его все сами знаете, я о нем, я поэтому не буду говорить много, это 11 сентября. Вот все, кто видел кадры по телевизору, я спрашиваю людей, и люди сами, так сказать, не спрашивая мое мнение, говорили мне, что впечатление дежавю, дескать, я уже это где-то видел. То есть в каком-то фильме ужасов, и именно американском, кстати говоря. В фильме ужасов, в какой-то компьютерной игре, в каком-то блокбастере и так далее. То есть реальность киноискусства, она тоже способна создавать составляющую, виртуальную составляющую нормального, обыденного, повседневного мира. Потому что башни были сделаны из материала, который можно пощупать руками. Это обыденная, это самая реальная реальность, я имею в виду здание кирпичное, бетонное. Но вот виртуальная реальность мощно вторгается и искажает, кромсает ее. Примеры, примеры очень многочисленные, я их больше просто не буду приводить и все. А вот в заключение. В заключение я взял эту мысль знаменитую Ревистроса, кратко, Ревистрос говорил, конечно, не так, он говорил долго, но кратко она формулируется так, мифы мысли от людьми. Так вот, на мой взгляд, вот эта мысль, она, мягко говоря, не совсем верна. То есть человеческая реальность не является насквозь виртуальной. Я хочу это особым образом подчеркнуть, предупреждая вопросы, потому что в разных аудиториях, где я пытаюсь озвучивать свои мысли, такие вопросы возникают. Петр Александрович, получается, что мы живем в нереальном мире, все сплошные иллюзии, вы какую-то чепуху говорите. Нет, вот я наоборот спорю с Ревистросом, который сказал, что он мифы мысли от людьми. Я не считаю нашу реальность насквозь виртуальной или мифичной. Почему? Потому что дело с человеком, с условиями человеческого обстоятельства, общежития, существование обстоит гораздо серьезнее, чем просто что-то черное или что-то белое. Мы не живем, согласно какому-то теории, киносценарию, как персонажи, которые должны исполнять какие-то роли. И тем не менее, этот момент исполнения роли есть. То есть человеческая реальность не является исключительно и только реальной. Но не является она исключительно и виртуальной. Поэтому, как вывод, не стоит к реальной реальности относиться слишком серьезно, но не стоит и к виртуальной реальности относиться легко. Спасибо.